Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дарья Казимова, и вы на канале Азбука Груминга. В этом видео я расскажу всё, что нужно знать для выбора ножниц для стрижки животных. Поехали! Та часть, которая должна у вас активно работать. Всё остальное – это база, чтобы не дёргать рукой. Я всегда рекомендую покупать ножницы, когда у вас, во-первых, есть возможность подержать их в руках. Я попробовала заказать какие-то с Алиэкспресса, но они оказались одноразовыми. Масло для ножниц. Оно продаётся прям масло для ножниц. Это не масло для машинки, оно отличается по составу. Не ронять, не стричь грязную шерсть. Всё. Наша сегодняшняя программа – выбор ножниц для начинающих, то есть по шагам, с чего идти, как понять, что вам пора переходить на какие-то… что вам чего-то не хватает в вашем груминском арсенале. Техника работы и вообще смысл ножниц для груминга, чем они отличаются от ножниц парикмахерских. Филировочные ножницы, шанкерные, изогнутые, какое выбрось полотно, какой длины, сколько дюймов, форма и размер ручки на ножницах. Обо всём об этом поговорим. Заточка, качество металла, закупка ножниц и отдельно разберём ножницы, которые приезжают к нам с Алиэкспресса. У меня даже в выбростах сегодня они тоже есть. Поделюсь, чем можно работать. Поговорим обязательно о качестве стали, потому что это будет напрямую зависеть и на качество вашего среза, и на то, как долго этот инструмент у вас проживёт. И потом поделюсь, в общем-то, своим арсеналом, чем работаю я, расскажу про каждую модель, за что я её люблю, на каких типах шерсти, на каких породах собак я её использую. С чего мы начинаем? Какие ножницы обычно мы даём новичкам, которые приходят обучаться с нуля к нам в Академию? Вот это у нас называется ученическими ножницами. Это модель Art Studio. Это такой эконом-сегмент артеровских ножниц. Они стоят в районе плюс-минус 1000 рублей в магазинах. За что я люблю эти ножницы? Первое, здесь самая классическая ручка, которая... Это как, знаете, если вы, когда учитесь водить машину, вы научитесь ездить на классике, вы сядете на автомат и просто полетите. Вот с классики мы начинаем, мы учимся правильно держать классическую ручку с широкими кольцами, без эргономии и каких-то там упоров под мизинчик. Дальше вы технику поставили, вы переходите на более люксовые или более усложнённые модели. В чём ещё преимущество этих ножниц? В том, что они лёгкие. Они очень лёгкие. И когда я вижу, что ученики приходят обучаться, не имея опыта, им дают длинные тяжёлые ножницы, при которых, в принципе, при смыкании дёргается рука, у меня, как это... В общем, мне становится плохо от этого вида, потому что я рекомендую настоятельно всем тем, кто в начале пути, начинать свой путь как раз-таки с ножниц самых лёгких, самых простых, самых классических. Дальше, когда мы технику поставили, мы начинаем уже переходить к первый этап. Более длинным прямым ножницам. То есть вы поймёте тот момент, что длины полотна вам не хватает. Вы могли бы эту работу сделать быстрее. Тогда мы берём лёгкие, но чуть более длинные ножницы. 7 дюймов, например. Это у меня шестёрка классика. Дальше вы переходите ещё на более длинные прямые, если у вас преобладают средние и крупные породы собак. Следующий шаг. Когда вы научились хорошо стричь изогнутую линию прямыми ножницами, вы почувствуете необходимость в ножницах полукруглых. В чём полукруглые ножницы, которых точно не бывает у парикмахеров, это когда полотно чуть изогнуто. Причём изгиб может быть практически незаметным, более сильным. И если мы возьмём какие-то модели из азиатских, то он может быть очень-очень крутым. В чём боль заключается, когда люди, не умеющие до конца качественно работать прямыми ножницами, переходят на ножницы изогнутые. Если серединой полотна я буду стричь, то мои концы будут в корпусе шерсти собаки нарубать дырки, когда вы не до конца понимаете. Или наоборот, вы порой работаете концами изогнутых ножниц, а вот это внутреннее изогнутое полотно, оно настрегает у вас какие-то дырки. Поэтому к изогнутым ножницам обычно мы рекомендуем студентам, конечно, у каждого свой такой жизненный цикл профессиональный, но мы рекомендуем переходить при опыте от хотя бы трёх месяцев, а лучше после шести месяцев практики, практики работы именно ножницами. Про филировочные ножницы, ножницы шанкерные мы дальше с вами очень подробно поговорим. Сейчас хочу немножечко поговорить о ручках. Начала в этом направлении двигаться. У нас может быть ручка классическая прямая, без каких-либо упоров под мизинчик, без какой-либо эргономики. И такая же классическая прямая ручка, она может быть с упором под мизинец. Это, естественно, более удобный вариант, но пластиковая ручка, она просто легче, именно поэтому мы начинаем с такой вот традиционной классики. В чём особенность работы ножниц именно грумерских? Наши с вами собаки, в отличие от людей и от техники парикмахерской, стригутся не только по концам, а у них чаще всего большой объём шерсти. И ножницы грумерские, они должны простригать, захватывать большой объём. Мы должны состригать плотность. И если мы с вами будем дёргать рукой, когда мы пытаемся состригать этот объём, то есть стричь вот таким образом прямыми ножницами, окантовку стрижёте, лапы будете отдёргивать руками, у вас никогда не будет получаться вот этого финишного чистого среза. Это именно то, зачем очень многие гоняются и не понимают, почему не получается. Они начинают ровнять, в итоге они застригают, и всё идёт клочками и кусками. Не получается в первую очередь именно потому, что не хватает техники. Техника – это основа, то, когда вам ставят руку, это основа, такой фундамент вашей дальнейшей профессиональной деятельности. Именно поэтому я делаю акцент на более длинных и тяжёлых ножницах. Не дёргать рукой тяжёлыми ножницами гораздо сложнее. То есть шаг номер один, с чего мы начинаем. Мы учимся, во-первых, ножницы правильно держать. У нас с вами не должны они глубоко проваливаться. Очень часто приезжают практикующие грумеры на курсы повышения квалификации и вот таким образом держат ножнички. Смотрите, если я вот так раскрываю, ширина раскрытия моего полотна. И если я буду держать ножницы кончиками пальцев, настолько же раскрыв руку, видите, насколько рабочая площадка у меня увеличилась. То есть вот столько шерсти я могу захватывать одним раскрытием, а если пальчики провалены, то только вот столько шерсти. Это важно. Старайтесь держать только кончиками. Если, как многие мне говорят, у них очень тонкие пальцы, и пальцы просто проваливаются в колечки, на самом деле существуют кольца, которые вы одеваете, дополнительные прорезиненные, которые вы одеваете в кольца ножниц. Учтите, что у каждого производителя диаметр колец разный. Поэтому, чтобы на те или иные ножницы заказать кольца, вы должны померить, какой диаметр вам необходим. Есть кольца совсем толстые, в которых прям вот не провалятся даже самые тонкие пальцы. Лучше всего самое толстое широкое кольцо использовать под большой палец. То есть ваша задача научиться давить большим пальцем к центру ножниц, чтобы он у вас не проваливался, распределить вес. На указательный средний палец вы распределяете вес нижнего вашего опорного полотна, таким образом, чтобы если большой палец мы убрали, ножницы хорошо и чётко были зафиксированы в руке. Видите, они никуда не валятся, даже если я выкинул большой палец. За счёт чего это происходит? Указательный средний палец является такой базой, площадкой, которая придерживает ножницы. Безымянный палец – это самый главный палец, важно безымянный, не средний, не указательный, который держит ножницы. Он, смотрите, у меня давит сразу в двух местах. И на первой костяшке, где чаще всего мы с вами натираем самые такие боевые модели, и в кончике, вот здесь вот около ногтей. Сразу при крупных кадрах, извиняюсь за маникюр, но шла четвёртая неделя изоляции и пятая неделя коррекции, поэтому вот маникюр «Das ist fantastisch» просто называется. И мизинчик, он тоже у вас нигде не летает, вот в таком вот, таким образом мы не стрижём. Он фиксирует колечко для того, чтобы оно никуда не колыхалось. То есть нижняя вся часть у нас не работает, она является фундаментом, и по сути у нас работает только верхняя часть. Очень часто приезжают, опять же, на повышение квалификации грумеры, у которых работает сразу две части. Когда у вас две части работают, и низ, и верх, то у вас будут получаться вот эти вот ступеньки при стрижке. Старайтесь остановиться, зафиксировать нижнюю часть, мы это называем база для рук, то есть вы кладёте в другую руку свои ножницы. Независимо от того, правша вы или левша, сразу отвечу на возникающий вопрос. И разрабатывайте только большой палец. Вот это та часть, которая должна у вас активно работать. Всё остальное – это база, чтобы не дёргать рукой. И дальше, смотрите, мы переходим к ножницам с классической симметричной ручкой, но упором под мизинчик. Здесь уже держать гораздо удобнее. В чём смысл, как выбирать ножницы по длине вот этого рычага? Сейчас я найду пример. О, отлично! Вот смотрите, здесь у меня рычаг более длинный. И когда у меня рычаг – это вот это вот расстояние до винтика от моих пальчиков. Видите, здесь длиннее, а здесь совсем-совсем коротенький. Вот эти ножницы я буду раскрывать, они раскрываются не очень широко, то есть они не будут захватывать большое количество шерсти. Если вы возьмёте классические эрголайны, и хаса, кто работал их хасами, то у них ещё длиннее рычаг и ещё меньше раскрытие полотна. Но более длинный рычаг, он по закону физики даёт больше энергии на концы. То есть мне нужно меньше сил, меньше усилий прикладывать для того, чтобы простричь большой-большой объём. Поэтому ножницы с более длинным рычагом вот здесь я использую на собаках в сильном заросте с объёмной набитой шерстью, например, на стандартных пуделях. Это очень удобно, это ускоряет работу и меньше устает в запястье. Другой вариант. Если я возьму длинное полотно ножниц и очень коротенький рычаг, видите, у меня какой рычаг короткий? Когда я раскрываю, у меня раскрывается полотно очень-очень широко. Но мне нужно прикладывать, несмотря на то, что полотно раскрылось, у меня здесь большой объём шерсти, но мне нужно прикладывать очень много усилий для того, чтобы этот объём простригать, потому что шерсти здесь больше, а рычаг у меня меньше. Поэтому я бы взяла вот эти ножницы для шлифовки, когда собака уже пострижена с объёмной шерстью, для того, чтобы быстро и легко зашлифовать большой объём. А вот эти ножницы с более длинным рычагом для того, чтобы нарубить черновую стрижку из сильно заросшей собаки. Не на той собаке, у которой три пюра в два ряда. Что ещё важно с ручкой? Ручка может быть полуэргономичная, когда у нас есть упор под мизинчик, у нас одно колечко, видите, под большой палец, вот этот рычаг, он чуть короче, под остальную руку чуть длиннее. И может быть эргономичная, когда под пальчики ещё здесь есть отверстие. Здесь, в общем-то, всё зависит от ваших привычек, от ваших внутренних ощущений. И вообще, я всегда рекомендую покупать ножницы, когда у вас, во-первых, есть возможность подержать их в руках. Потому что, как люди заказывают ножницы по интернету, но совсем не пробуя, не читая там каких-то отзывов и обратной связи, наверное, технически это достаточно сложно. Ножницы – это, как знаете, продолжение руки, такая кисть у мастера. То есть, от того, насколько вам комфортно, будет зависеть то, что вы сможете подстричь. Но для новичков, я сразу говорю, не торопитесь, не форсируйте. Выбирайте длину меньше, меньший вес и более простые какие-то ручки без наворотов, для того, чтобы именно наработать технику. Это, в общем-то, то, что касалось формы ручки. В остальном форму ручек вы выбираете исключительно, исходя из вашего удобства. Удобно? Коротенький рычаг, длинное полотно. Значит, этим будет удобно, например, шлифовать. Если у вас большой зарост, берёте более длинный рычаг. Надеюсь, что понятно. Про прямые ножницы, что ещё важно сказать? Длину полотна, естественно, вы выбираете ещё и в зависимости от размера собаки. Но, как я вам уже сказала, если бы я стригла, например, прямыми ножницами большого пуделя, то я взяла бы два типа ножниц. Первые у меня пошли бы на более черновую работу, и вторые на более финишную. Для финиша обычно подходят ножницы как раз-таки лёгкие, с короткой ручкой и с коротким рычагом, ну и, конечно, с определённым качеством среза и заточки. Теперь ещё важный момент, о чём нужно поговорить. Это микронасечка. Я думаю, то, что вы слышали о том, что ключевым отличием грумерских ножниц от ножниц парикмахерских заключается в том, что на многих ножницах для грумеров нанесена микронасечка. Кто не слышал, обязательно посмотрите на свои ножнички. Я вам потом вблизи попробую это приблизить, показать. На тех ножницах, где есть насечка, на одном полотне есть маленькие-маленькие такие зубчики. Их видно без увеличительного стекла, просто невооружённым взглядом. Для чего нужна микронасечка? Эти зубчики позволяют большому объёму шерсти, так как мы собак стрижём, а не людей, не соскальзывать с полотна, а цепляют их для того, чтобы вы могли быстро и много отрезать. Очень часто бывает, что первое, при заточке мастера, которые не слышали про микронасечку, они эту насечку на ваших ножницах просто сносят. Поэтому, если ваши ножницы с микронасечкой, и вы хотите, чтобы её вам оставили, вы должны об этом мастеру предупредить. И чтобы вы понимали технически, слой микронасечки снесут, ножницы заточат, а потом нанесут новую микронасечку. Более того, при заточке можно микронасечку нанести и на те ножницы, на которых раньше её не было. Но здесь важно выбирать того мастера по заточке инструмента, который умеет это делать. Сразу был вопрос в комментариях по поводу выбора мастера для заточки инструмента. Я вам честно скажу, что это большая боль всего мира. Обычно мастеров, которые умеют точить филировочные, шанкерные, изогнутые ножницы, наносить микронасечку, их действительно немного, потому что эта техника, концы сделать на изогнутых ножницах, она очень сильно отличается от техники заточки человеческих ножниц. Там совсем другая длина полотна. И я вам советую, в общем-то, воспользоваться рекомендациями. Нам повезло, потому что у нас при Академии работает хороший классный заточник. Сейчас будет рекламная пауза, но на самом деле это действительно так. Этот человек точит мне инструменты уже на протяжении, наверное, 4 лет, сколько он занимается. И я полностью совершенно довольна и в восторге. И люди, которые из других городов и даже стран к нам приезжают, они обычно привозят в вагончик инструмента на заточку. Так что, если вдруг соберёте к нам в Академию, везите с собой. У нас это дело заточить можно. Дальше для других регионов и стран, ребята, гуглите отзывы, ищите на этих пабликах грумерских, спрашивайте. Ребята знают то, что в Екатеринбурге Паша Боев точит, в Питере Антон Заточка. Это те люди, которых я знаю лично, что они точат инструменты для грумеров. Остальное, ребята, гугл вам в помощь. Не гугл, а профессиональные грумерские паблики. Про микронасечку рассказала. Смотрите, бывает, что какие-то ножницы лучше стригли без насечки, на каких-то насечку снесли, и они начали стричь лучше. То есть, если вы купили ножницы новые, но вам не нравится ход, вам не нравится срез, и вот что-то не то, попробуйте либо насечку убрать при заточке, либо её нанести. Иногда это помогает. У меня были в практике инструменты, которые совершенно случайно были доведены до ума, и потом на протяжении долгого времени служили верой и правдой. Вот так скажем. Что касается парикмахерских ножниц. Первое ключевое отличие – это длина полотна. Они обычно очень короткие, до 5,5 дюймов, 5,2. И на собаках такими ножницами будем стричь очень-очень долго. И очень важно, если вдруг вы купили парикмахерские ножницы, концы у них безмерно, безумно острые. С филировочными ножницами человеческими многие работают, вот в том числе ДСами. Единственный их недостаток в том, что, опять же, они достаточно с маленьким полотном, и вы просто долго будете делать эту работу. Ну, там, на Golden Retriever, например, да, такими ножницами. Прямые ножницы для парикмахеров, концы очень острые, и случайно коснувшись где-то тело собаки, вы можете просто-напросто собаку травмировать. Поэтому будьте очень аккуратны. И на парикмахерских ножницах я никогда не сталкивалась, чтобы была микронасечка. Нам искусственно заточник тупил концы, потому что острыми концами можно так ткнуть собаку, что мама Мея просто будет. Ход ваших ножниц регулируется обычно либо при помощи колечка вот здесь, либо в некоторых ножницах, если нету колечка, то там есть винтик, который раскручивается либо обычной плоской отверткой. Для каких-то ножниц нам понадобится специализированный ключик. Но обычно с такими ножницами, которым нужен ключ, этот ключик в комплекте идёт. Что важно знать о регулировке того, насколько сильно или слабо затянуты ножницы? Первое. Для транспортировки нужно ножницы туго закрутить, чтобы они свободно не ходили. Ножницы новые, которые вы покупаете с магазина, на Грумире, например, заказываете, они могут быть перетянуты, потому что они были подготовлены к транспортировке. И шанкеры и филеры. Очень важно. Прежде чем вы возьмёте новые в руку и вот так пощёлкаете, вы должны проверить, не тугие ли они. Если они тугие, ослабьте и потом уже пощёлкайте. Но если вы сделаете ход ножниц, я на филерах не буду это показывать, если вы раскрутите ножницы очень-очень сильно и полотна начнут ходить туда-сюда, то шанкеры или филеры у вас вот так закусятся. Мы с этим сталкивались, когда люди берут, например, новые ножницы попробовать, а ножницы раскручены и полотна относительно друг друга ходят туда-сюда, шанкеры или филеры уходят вот так вот в зацеп. После этого на полотне, на режущем, появляется такой заусенец, и ножницам нужна будет уже заточка, они стричь не будут. Поэтому прежде чем вы чикаете новые ножницы, особенно шанкеры или филеры, вы их проверяете. В дорогу, если работаете с выездом, вы их утягиваете. Как правильно, грамотно отрегулировать ножницы. В идеале есть такая техника, что ножницы должны свободно ходить, но когда вы их раскрутили, вот так раскрыли, вы отпускаете ручку. Вот сейчас слабовато, потому что я их ослабила. Когда вы отпускаете ручку, они должны... Туговато. Они должны закрыться, но не до конца. Чуть-чуть слабее. Отпускаем. Вот таким образом. Вот это считается идеальной степенью регулировки. Но смотрите, какая фишка. Если я возьму ножницы вот с таким длинным полотном, то здесь настолько смещённый центр тяжести, что они вообще закрываться не будут. Видите? То есть полотно будет тянуть туда, и такие ножницы длинные так уже не отрегулировать. Есть ножницы очень тяжёлые, которые отрегулированы хорошо, они не тугие, у них свободный ход, но они под тяжесть всего веса вообще не крутятся никак. В таких ножницах вы регулируете сами, прислушиваясь к своим ощущениям. Ход должен быть плавным, мягким, но в то же время полотна не должны ходить туда-сюда. Но опять же, вот ножницы с пластиковой ручкой, вы их так не отрегулируете, потому что здесь нет веса в ручках, тоже центр тяжести немножко смещён. С этим будьте тоже внимательны. Сталь и заточка инструмента. Подходим к очень важным темам. От чего зависит обычно, что влияет на цену ножниц? В первую очередь, конечно, качество металла, из которого эти ножницы сделаны. У нас есть такие понятия, как это японские ножницы, это корейские, ещё какие-то. На самом деле, даже японские ножницы, в своё время я работала в крупной парикмахерской фирме, которые производили, это очень давно было, больше 12 лет назад, наверное, которые производили профессиональные инструменты для парикмахеров, и там тоже были японские ножницы, там тайваньские, ещё какие-то. Производилось всё в Китае. Просто на более дорогих ножницах было другое качество стали. Качество стали – это то, что в первую очередь влияет на цену нашего инструмента. Именно поэтому, друзья, ножницы с Алиэкспресса стоят дёшево. Они сделаны из дешёвой простой стали. У меня сегодня из Алиэкспрессовских только одни ножницы. Это вот такой самый простой вариант для азиатского стиля. Когда меня спрашивают, в общем-то, можно ли на Алиэкспрессе заказывать ножницы, я обычно отвечаю так. Ребята, если бы они реально стригли и стригли хорошо, то зачем… Ну, я не печатаю деньги. Более того, я роняю инструменты. Часто есть люди, у которых инструменты падают. Вот я выгодный клиент для заточника, потому что у меня они не просто падают, летают. Я не очень люблю покупать дорогие ножницы, потому что мне их жалко. Я стараюсь, чтобы цена соответствовала качеству, то есть чтобы это был среднерыночный такой вариант. Но для меня среднерыночный вариант это 4 тысячи рублей сейчас примерно на нашем с вами рынке. То, что дешевле плюс-минус 4 тысяч рублей, если это не дисконт, не скидки, не акции, чаще всего металл там говно. Пробовали ли мы ножницы с Алиэкспресса? Пробовали. Более того, несколько лет назад, когда это только пошло и не было в продаже каких-то доступных шанкеров, то есть цена на шанкеры, они только появились, и она была от 10 тысяч рублей, я попробовала заказать в районе 1200 какие-то с Алиэкспресса. Но они оказались одноразовыми. Что это значит? Они стригли ровно до тех пор, пока не затупились. И затупиться они могут, если попал вибрис, коготь, еще что-то там, колтунчик где-то. И дальше, сколько мы не отдавали их в заточку, заточник точит. Мы проверяем, да, они острые, они заточены. Начинаем, берем в работу, ножницы садятся мгновенно. И чем больше было заточек, тем быстрее от заточки до собаки. Вот просто на первой же собаке они садились и стричь переставали. Я начала разбираться с тем, почему это происходит. История следующая. При каждой заточке вы должны... Это такая же история, примерно с ножами происходит. Слой вот этого плотного каленого металла, который используется именно на срезе, он снимается. И там металл оказывается более мягкий. Более мягкий металл, он более щепетилен к каким-то вашим ошибкам. Он ошибок не прощает. И здесь, чем лучшего качества ножницы вы используете, тем больше ошибок они вам простят. Потому что это хороший металл, например, вьента. И ими можно ошибаться, попадать на когти, на култуны, ещё на что-то. И, в общем-то, они выживут. Резинку разрезать где-то. Если я возьму ножницы с Алиэкспресса, вот этим сегодня я стригу доли пэт куклы, которые из искусственного меха. Не модель доги, а вот совсем доли пэты, которые тупят всё-таки инструмент. На реальных собаках у них не хватает заточки для того, чтобы делать чистый аккуратный средств. То есть для меня вот этих ножниц мало. И, в общем-то, они не справляются. Я просто их сегодня взяла, я их ребёнку даю, встречу модель доги, чтобы вам показать, что у меня одни такие ножницы тоже есть. Поэтому, друзья, если вы хотите сэкономить, я к Алиэкспрессу, сейчас можно, как это, нарваться на большую волну негатива, поклонников, что вот эти вот ножницы я заказывала, они классные, и вот эти тоже стригут, и я им без проблем работаю. Это бывает. Кому-то попалась хорошая партия, кому-то попалась хорошие ножницы, которые сразу заточены, и вы их не роняли, они хорошо стригут. Но, в общем и целом, тенденция такая, что это ножницы одноразовые. И если вы посмотрите у всё-таки профессиональных мастеров, ножницы Алиэкспресса, за исключением, может быть, одной-двух комплектов, где-то каких-то затеставшихся, наверное, вряд ли вы найдёте. Из тех, с кем я общаюсь, с Алиэкспресса, ножницами никто не работает. Не потому, что это непристойно и стыдно. Поверьте, каждый из нас сказал бы «Ес, я нарыла ножницы за полторашник или за 600 рублей, которые такие же, как вот эти за 4 или за 7 тысяч, и как круто, я закуплю их на все салоны и поделюсь обязательно с вами». Или я бы стригла ими втихаря, но что показывает, тем, в общем-то, и стригу. Филлеры. Филлеры могут быть односторонние и двухсторонние, когда и на одной стороне, и на другой филировочный срез. Я работаю только односторонними филлерами. Двухсторонние, они дают ещё более невидимый, ещё более чистый срез такой. Но ими стричь обычно дольше. В общем-то, те финишные варианты, которые у меня есть, для меня их хватает и хватает сполна, скажем так. Чем ещё отличаются филлеры? Помимо длины полотна, понятно, что для собак, собачьи филлеры, они будут подлиннее, чем человеческие, вы быстрее будете делать свою работу. Филировочные ножницы отличаются, сейчас какие-нибудь, ну вот средние возьму, енты, это такая средняя длина у меня. Они отличаются чистотой зубца. Если зубчики мелкие-мелкие, частые-частые, то вы будете какой срез получать? Финишный, тот, который практически не видно. Такие ножницы с частым-частым, мелким-мелким зубчиком стоит использовать на либо очень тонкой шелковистой шерсти, на которой любые даже вот средние филлеры дают видимый такой срез, либо на финишной работе, когда вы уже всё-всё постригли, и вам не хватает такого вот идеального лоска, вам хочется что-то прибрать, чтобы практически не было видно следов среза, тогда мы используем самый-самый частый, самый-самый мелкий зубчик. Из того, что я люблю для финиша, это Командор Виолетты 0.19, частый-частый, мелкий-мелкий срез. Они немножко мягковаты, но так как я филлерами не стригу большие объёмы шерсти, не стригу собаку целиком, в общем-то, мне кажется, я их даже ни разу не точила, то есть они такие бронебойные. И следующий шаг, то есть это средний ценовой диапазон, такой вот масс-маркет салонный, и у меня есть подаренные Георгием G-пойнты, это, конечно, просто феерия и верх филлерского мастерства для меня. Это мои любимые сейчас филлеры. Они дают самый-самый финишный, самый-самый чистый срез. То есть это вот то, чем я шлифую, либо Виолетты, либо G-пойнты. Филлеры могут быть изогнутыми. В общем-то, они обычно очень дорогие, это тоже G-пойнты. Я пока к ним не совсем приловчилась, потому что мне, в общем-то, прямыми филлерами не проблема сделать изогнутую линию. Может быть, со временем я тоже на них подсяду, буду более ленивой, буду сразу шлифовать круглые какие-то линии. Но у меня они есть в арсенале, но для меня у них всё-таки чуть пожёстче ход, то есть на что я обращаю внимание именно в филлерах, чтобы ход был очень плавный, чтобы рука не дёргалась, и, соответственно, чтобы плавным был срез. Здесь у них ход из-за изгиба, видимо, чуть-чуть пожёстче. Ну, как-то, в общем-то, у меня они в обиходе сильно не используются. Следующий вариант филлеров, это самое-самое усреднённое, что может быть, из премиум-класса, это Yenta Ergoline. Многие их любят, ценят. Здесь хорошая крутая сталь, японская, как там говорят. И, в общем-то, они такие долгоиграющие, на большой объём работы, то есть я ими стригу, когда вот сильно пухлявая какая-то собака, Шицу или Йорк, такой, где ты финишными филлерами просто замучаешься стричь. На шпицах отлично работают, и их же аналог, более эконом-сегмент, это в Командорах, Командор Классик КС-26, премиум-формат, это Yenta Ergoline. В общем-то, ну, длина у них, у этих, если я не ошибаюсь, 7, наверное. Да, вот это семёрки, это 6,5 дюймов. Но филлеры длиннее, чем семёрки, я не использую, наверное, потому что у меня нету чёрных терьеров и как будто там сильно крупных. Мне вот эта длина за меня оптимальна. В чём прелесть вообще Командора? Для меня это оптимальное соотношение цена-качество для работы на потоке. То есть все наши салоны, мы предоставляем инструмент мастерам, на потоке они работают, то есть коммерческая стрижка за деньги, как раз-таки командорами всяких разных разновидностей. Премиум-линейки, G-Point и Yenta, это уже либо кто-то себе сам покупает, потому что им хочется вот такую вот там фишечку, изюминку себе в работу, либо это вот, ну, я себе могу позволить для каких-то там, для конкурсов, для каких-то более таких серьёзных работ. Вот, коммерческая стрижка для меня это Командоры. И помимо среднего шага филлеров, у нас есть ещё, мы их называем недофиллеры или недошанкеры. У меня эти ножницы сейчас в работе прижились настолько, что я вот без них просто жить не могу нисколько. Это, они недофиллеры, недошанкеры. Это филировка, но с широким шагом, прям широким-широким-широким. У меня Командоры КС-27, это из эконом-линейки. Премиальный, в общем-то, ну, я знаю, что у Артера есть похожие филлеры, но они там за десятку стоят. Мне хватает, в общем-то, этих премиального аналога у меня даже нету в работе. Что я делаю этими ножницами? На объёмной шерсти прорабатывают те места, на которых прямой срез будет виден. То есть, это либо собаки с мягковатой шерстью, либо места, которые мне не с руки и я боюсь застричь. На бишонах вот эти вот шерсть, которая на передней части лица, на азиатском стиле, на объёмной шерсти, вот эту вот шерсть, которую вы не можете срезать прямыми, но шанкеры дают грубоватый срез. На сильно набитых, с кучей-кучей шерсти, шицу, но таких больше а-ля пудель, а-ля бишон, либо пудель, бишон и мальтипу с недостаточно объёмной шерстью, это прям вот бомба. Я даже на выставочных скандинавах использую, где-то подшлифовать, чтобы не было видно следов среза, но в то же время вот такими филлерами, если я что-то шлифану на пуделе, то это будет длиться просто бесконечно. Это новая линейка, обновлённая. Раньше командоры классики, они были из другого металла. Я ими работаю до сих пор, и как это ни удивительно, мне жалко, что их сейчас нет, но там как-то так случилось, что сняли совсем всю линейку с производства, потому что у меня они финиши, несмотря на то, что это дешёвые ножницы, там 3,5 тысячи рублей, наверное, они стоили, но я ими шлифую, причём и конкурсных, и выставочных собак, очень их люблю. Но здесь металл более мягкий. Здесь металл, это уже а-ля Yenta, а-ля, в общем, премиальной линейки, то есть он такой бронебойный. И сразу, пока мы в этой линейке, я перехожу к шанкерам, это следующие ножницы из этой же, той же Командор, КС-28, то есть их в классике сейчас 3 модели. 26-я, это такой среднестатистический срез, то есть это универсальные ножницы, если вам нужны одни для всего, и вы пока в начале пути, и вы себе не можете позволить миллион ножниц, то КС-26. КС-27, это не до филер, не до шанкер. И следующий шаг КС-28, это шанкеры, и про шанкеры я сейчас отдельно расскажу. Одни вот эти ножницы, 27-е, точно не стоит покупать, если у вас это первые или вторые филеры, потому что на йорке это будет грубовато, особенно на йорке с такой неплотной шелковистой шерстью. Итак, друзья, шанкеры. Шанкеры в студии. Что такое шанкеры? Это те ножницы, которые только грумеры используют. Они имеют очень-очень широкий шаг между зубчиками, они практически прямые, но всё-таки шаг этот имеется. Для чего нужны такие ножницы? Для того, чтобы не накосячить. Я вот так называю. То есть, это те ножницы, которые прощают ошибки, которыми можно загладить и исправить где-то то, что вы накосячили. Но эти ножницы очень коварны, так как они ошибки прощают, ими не стоит пользоваться людям, которые в начале пути. Если ваш опыт меньше 6 месяцев, либо может быть больше, но вы очень мало работаете ножницами, и вы видите, что техники у вас не хватает, не работайте шанкерами. Запрещено. Вы можете иметь их в арсенале для того, чтобы в конце стрижки накосячили и быстренько что-то подправить. Но вы подсаживаетесь на шанкеры, шанкеры, они расслабляют, они позволяют ошибаться, вы начинаете дергать рукой, и потом это дергание убрать, поверьте, бьёмся с огромным количеством студентов, потому что убрать это дергание практически невозможно. Такая же проблема у людей, которые очень много стригут филлерами. Когда приезжают на повышение квалификации грумеры, у которых в клиентах шпицы-йорки исключительно, они работают прямыми ножницами, вот так, потому что они привыкли много-много работать с филировкой. Это очень опасно, следите за техникой и отличайте, какие ножницы у вас в руках. Филлерами работать с кользящим срезом можно, прямыми ножницами нельзя. Возвращаемся к шанкерам. Классный, отличный инструмент, всегда держу у себя в арсенале в работе для объёмной шерсти, либо, ну, например, знаете, шельцу или мальтеза с такой вот не очень простой шерстью, китайская хохлатая пуховка, например, то есть, когда вы прямыми хорошо её не пострижёте, а филлерами вы будете работать очень-очень долго. На шпицах с определённым типом шерсти можно их использовать. Здесь у меня тоже джипойнты, здесь хорошее качество металла, и они длинные, берут большой объём. Я их использую, например, на больших пуделях, потому что они простригают, а, например, в виолетах шанкеры я их не очень люблю, они длинные, и из-за мягкого металла у них немножко мощи не хватает, чтобы простричь. Вот эти ножницы 28-е КС, которые эконом формата, потому что джипойнты, они порядка 9 тысяч рублей стоят. У нас влюбились в них все, просто мы их сейчас купили на все салоны, и девчонки от них кайфуют, почему? Потому что это короткие шанкеры из хорошей стали, хорошего металла. Они снимают сразу много и простригают большие объёмы, не встают в шерсти из-за того, что сталь достаточно хорошая, плотная. Вот такая история. Поэтому шанкерам этим респект. У меня, говорю, всегда шанкеры с собой в арсенале есть. Использую на объёмной шерсти в тех местах, в которых мне не с руки. Так как я правша, мне не с руки выставочная сторона на задней ноге и не выставочная на передней ноге. Там я какие-то штуки, чтобы их не состричь, например, срубаю шанкерами, а потом уже обычными ножницами зашлифовываю. И важный ещё момент по поводу шанкеров. Очень часто бывает так, что вы берёте их сейчас я вот с такой ручкой возьму, с эргономичной, со смещённым центром тяжести, потому что те можно брать и той, и другой стороной, они двухсторонние. Вы берёте вот такие шанкеры, стрижёте, но не конкретно вот эти, из других линейок я с этим сталкивалась, они не стригут. Вы переворачиваете вот так вот, то есть туда, куда должен идти большой палец, идут остальные пальцы, и они начинают стричь. Не очень удобно, но ножницы стригут и стригут очень хорошо. Вот на виолетах, в том числе, на шанкерах, не помню, какой у них артикул, мы на это попадали. Для левшей, ребята, очень удобные, шикарные, вот с такими ручками ножницы. Почему? Потому что их можно взять и вот так, и вот так. Соответственно, и в правую ручку, и в левую. У меня здесь выкрутился упор под мизинчик, я его потеряла куда-то, но, в общем-то, упор можно перекрутить. То есть, вот с такими ручками вообще я левшам рекомендую брать ножницы, потому что они универсальны. Для левшей бывает очень сложно подобрать инструмент, знаю. И для левшей тоже филеры и шанкеры пробуйте переворачивать. Пальчиком будет чуть-чуть неудобно, но ножницы начнут стричь. У них бывает часто, что они не стригут в руках. Чем отличаются вообще ножницы, почему мы называем их азиатскими? Условно так сложилось, что азиаты в, соответственно, азиатских странах используют их для стрижки вот этих самых мордашек. На самом деле, я человек очень занудный в отношении нового инструмента, особенно дорогого инструмента. Я гребень, который Крис Кристенсен 004. Я его не покупала два года. Все пудилисты, бешанисты издавна работали и шпицуисты этим гребнем. Он стоил порядка 60 евро. И я два года ходила и говорила, ребята, если вы умеете стричь, то вы обычным простым шоутачевским или хеллопетовским все это вычешете и подстрижете. И однажды, когда он мне попал в руки, и я сама им поработала, я поняла, что это мастхэв настолько, что без него я вообще не выхожу из дома практически. Я не могу, у меня как будто руки нету одной, если у меня не будет с собой своего гребня для того, чтобы почесать или подстричь собаку. В чем смысл? Это я вам рассказываю про то, что я в отношении траты денег есть люди, которым надо миллион ножниц, и у них они лежат, они ими даже могут не пользоваться, но любая выручка, заработанная денежка, это «А, пойду куплю новые ножницы». Так как я их, вам говорила, иногда роняю, часто бью, много с ними езжу, работаю на выставках, где можно потерять, где могут украсть инструмент и так далее. Поэтому я не очень люблю дорогие ножницы. У меня и дорогих ножниц можно пересчитать на пальцах. Это парочка гейбов, это йента средне дорогие, и джи-пойнты, но как бы азиатские, потому что просто без этого никуда. Поэтому, когда я начала загоняться в азиатские стрижки, я была очень долго занудой, и мои, чтобы вы понимали, топовые ходовые ножницы, это 8 и 8,5 дюймов, я вот такими ножницами пыталась выстригать эти морды, потому что я говорила, что если вы умеете стричь, то вы пострижёте любыми ножницами. Опять же, первыми мне в руки попались с Алиэкспресса вот эти вот самые-самые простые. В чём фишка азиатских? В том, что тонкое полотно и очень тонкие концы, они позволяют подлезть куда-то в миллиметраж. Это первое. Второе, в чём фишка в том, что они лёгкие, они практически невесомые, как пёрышко в сравнении вот с этими. И когда вам нужно постричь какой-то миллиметраж, вы ещё меньше дёргаете рукой, потому что у вас пёрышко. Вот этими ножницами вы никогда концами не пострижёте настолько ровно и чисто, как ножницами короткими и лёгкими. У меня азиатские ножницы тоже определённым образом сегментируются. У меня есть, ну вот это, я вам говорила, то, что не имеет чистого, чёткого среза, я использую это на куклах. У меня есть для черновой стрижки азиатские ножницы. Это либо командоры Корея Стайл, либо это эмэсы, вот у меня прямые эмэсы, это такая буковка перевёрнутая WWS, как доллар, либо это не премиальная линейка господи, с пуделем. У меня они для черновой стрижки. Что это значит? Я стригу ими там азию, окантовку лап до финальной шлифовки. Но когда я перехожу к тому, что мне нужно миллиметраж, миллиметраж вычистить, рано или поздно вот эти ножницы, они перестают состригать. То есть они стригли, 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 а вот этот вот миллиметрик, они уже не состригают. Когда вы до этого дойдёте, поймёте, что вам не хватает инструмента для финишной шлифовки. У меня либо G-пойнты, у меня их сейчас одинаковые, их даже двое, говорю, потому что я иногда их роняю, и прям в процессе стрижки у меня может просто не стать каких-то из них, я вооружилась вторыми. Либо Маданы. Для меня Маданы и G-пойнты примерно одинакового качества. У меня просто Маданы чуть короче, вот это Маданы, G-пойнты чуть-чуть длиннее. И на совсем маленьких собачках я использую Маданы. На собачках чуть крупнее, в общем-то это, наверное, большая часть тех клиентов, которые стригутся с такие стрижки, я использую G-пойнты. Ещё такие ножницы с тонкими полотнами и тонкими концами я использую для финишной окантовки, финишного оформления классической головы, хоть на Йорке, хоть на Бишоне, хоть на Шицу, потому что они тонкие, лёгкие и миллиметраж. Когда вам хочется вот этой вот чистоты-чистоты просто пошлифовать. То есть вот этих ножниц, например, ещё одни прямые у меня иконики, но они просто космически дорого и изогнутые стоят. Это мы в Китае взяли на тест. В общем-то они неплохие, если вы можете себе их позволить. Когда вот эти ножницы не справляются с объёмом, то есть малого чёрного пуделя или хорошего бишона с хорошей шерстью, этим постричь невозможно. Но пошлифовать финиш быстро-быстро, легко-легко, чтобы не дёргалась рука, удобно, быстро и чистый срез. Для окантовки. Но для окантовки лап я использую более экономный вариант из похожих. И теперь давайте про минимальный такой набор, чтобы я вам рекомендовала иметь, если вы совсем в начале пути. То, с чего я начинаю, говорила это Art Studio, вот самые-самые простые прямые. Дальше вы берёте, исходя из своих возможностей финансовых и того, что есть у вас в доступе, 7-дюймовые, но тоже прямые, самые обычные. Но это могут быть командоры, например, те же самые Виолетты. У них есть 7 дюймов с удобной ручкой, относительно не тяжёлые. То есть, в общем-то, то, что может стать следующим шагом. Дальше, если есть крупные собаки, то вы берёте 8,5 прямые. Если нету, или если ваш опыт меньше года, здесь большая длина полотна, не бегите вперёд, потому что это будет разбалтывать вашу руку. Остановитесь на 7 дюймов. У меня 7-дюймовые, и мыски вот такие, но они на черновую такую работу, у них такой ход прям на 5 минутах работы. Хочется сказать, девушка, заточите ножницы. Они прям как портняжные такие. Можно взять командор Виолетты, 7-дюймовый, следующий шаг, прямые, 8-дюймовые. Изогнутые, то же самое. Если у вас сильно больших собак нету, берёте 7-ку. Если у вас есть покрупнее, то берёте 8-дюймовые. Это уже, ну, начиная на бешёный малого пудель, я бы взяла вот такой длины. Ну, здесь изгиб достаточно большой. Что касается филлеров, must-have, если вы в начале пути, и у вас минимальный бюджет, то я бы взяла, если вы можете позволить себе одни филлеры, то КС-26 взяла бы. Если вы можете позволить себе несколько филлеров или более дорогие, то я бы взяла, наверное, ну, Йента Ирглайны, и я бы взяла вторыми себе ножницами, это Виолетты 0,19, именно для шлифовки, либо для той шерсти, которой вот два пера в два ряда. Три пера в два ряда. Потому что такие собаки, к сожалению, встречаются. Дальше уже, если вы чувствуете необходимость ни до филлера, ни до шанкера, они решают определенные проблемы. Покупать их просто так, ну, не знаю, на большой объем шерсти, вот на шицу, на мальтезе, на пуховых, пухлявых йорков может быть. Шанкеры можно иметь в арсенале для того, чтобы исправлять ошибки. Если вы в начале пути шанкеры, не стригите ими много, не подсаживайтесь на них. Вопрос был, где ты хранишь ножницы, как ты за ними ухаживаешь и как сделать так, чтобы ножницы прослужили дольше. Супер! Очень хороший вопрос. Первое, чтобы ножницы прослужили дольше, их нельзя ронять, ими нельзя стричь, колтуны большинством, вот этими можно. Нельзя, чтобы попадали когти, но в эти можно. И ими лучше не стричь мокрую, влажную шерсть, шерсть в песке. Это самое главное, тогда ножницы, в общем-то, прослужат дольше. Важный момент, например, у меня в работе я использую лак, часто, когда я укладываю гривы, хвосты, еще что-то. Остатки лака нужно с ножниц смывать, вот я вижу, что у меня после выставки одни ножницы до сих пор не отмыты, потому что лак, это химический состав, он разъедает металл, особенно, если это едкий лак какой-то. Хотя лак для животных, может быть, не разъедает. Нужно периодически вычищать вот здесь шерсть, которая у вас остается. Когда вы стрижете большие объемы шерсти, бывает, что у вас ножницы прям перестают стричь. Вы их раскрываете, вычищаете здесь мусор из этой состриженной шерсти, смазываете. Важный момент, масло для ножниц, оно продается прям масло для ножниц. Это не масло для машинки, оно отличается по составу. Его можно приобрести в магазинах парикмахерских, в магазинах грумерских, либо оно может идти в комплекте с ножницами. Посмотрите, то есть, либо в профессиональных магазинах для парикмахеров, я уверена, что на грумере есть. Оно не дешевое, но его хватает очень надолго. Обычно оно выглядит вот таким образом, 800 рублей оно у нас стоит. Как смазывать ножницы? Если у нас очень большой объем шерсти, у вас прям ножницы закусывают, мы вот такие вот кисти просто обычные из Лероя Мерлена. Спасибо большое. Используем. Вы вот отсюда большое количество шерсти вытряхиваете, выметаете. Если шерсти мало, то со многими ножницами в комплекте идут вот такие вот шелковистые тряпочки. Вы убираете остатки шерсти, которые там есть, и дальше вы смазываете специальным маслом. Вы смазываете капельку вот сюда, капельку сюда. В те места, где полотна между собой трутся и задевают друг об друга. Только эти места можно в винтик сам капать, если у вас без шайбочки винт другой немножечко формы. Только эти места в общем-то нужно смазывать. Всё. секрет сохранности целости ваших ножниц заключается в том, чтобы не ронять, не стричь грязную шерсть. Всё. Если вы будете их беречь, не бить ни обо что, и периодически смазывать, и следить, чтобы они у вас не были вот так разболтаны, то они будут служить верой и правдой долго-долго. Ещё важный момент. Если вы в начале пути, ну вообще это у многих мастеров даже с опытом есть такая проблема, вы долго стрижёте, например, там час всю собаку руками, и у вас ножницы либо закручиваются, либо раскручиваются. Бывает такое, что у человека в руках раскрутились и рассыпались ножницы, полностью вылетел болтик. Поэтому следите за этим. Если вы чувствуете, что ход стал более свободным, то подзакрутите. Такое бывает из-за разницы в давлении, которое вы оказываете. Или наоборот, вы стригли-стригли, чувствуете, ход пошёл тяжёлый. Во-первых, вычистите остатки шерсти, во-вторых, смажьте, и в-третьих, подрегулируйте вот этот болтик. Я никогда не даю чужим людям, ну стараюсь не давать, когда за этим услежу, свои ножницы почикать, взять. Почему? Я прошу людей всегда не обижаться, но бывает такое, что подходит студентка, ну там, начинающий грумер, на семинаре где-то, берёт филер и такая, можно я? И они прям так в руке у неё. Разница в давлении, не тот ход, к которому ножницы, это как, не знаю, настроенная скрипка под вашу руку. И бывает, что особенно филеры и шанкеры прям вот просто вот так вот и в заточку отправляются после просто чужой руки, человек даже не стриг. Бывают, ученики берут наши ученические ножницы, но это обычно на курсах с нуля, у одного человека ножницы работали идеально. Всё стригли, другой человек взял, два движения сделал, на третьем здесь уже вот как бы надо корректировать то, как вы держите инструмент. Что я использую для хранения транспортировки? Первое, учусь работать с кобурой. Почему? Потому что она защищает ножницы от падения. На стационарном рабочем месте я использую подставку под ножницы, очень люблю их, но так как стационарное место у меня очень часто меняется, я езжу куда-то на выставки, на мастер-классы, то я приучаю себя, потому что когда ножницы лежат на стульях на столе, собака махнула, ножницы падают и это очень дорого. Пока не могу сказать, что я освоила это на 100%, но в этом году я себе такую задачу поставила, поэтому я везде вот работаю, езжу с кобурой. Это первое. Бросила. Второе, храню в специальных чехлах, в общем-то они могут быть более такие, менее плотные, более мягкие, но на много ножниц. Для транспортировки, для поездок более плотный чехол, здесь можно один ряд ножниц расположить здесь, один ряд здесь, и обязательно для транспортировки ножницы закручивают. Вот этот чехол, он хорош тем, что он достаточно бронебойный. Если ножниц небольшое количество, то можно вот такого рода чехольчик под одни, двое с собой дорожный вариант иметь, если ножницы немного. Чемоданы совсем жесткие, я не очень люблю, потому что они занимают много места. Мне проще вот в такой чехол и проложить ну какими-то вещами, кроссовками, сапогами, чтобы это все не побили в чемоданах. На этом все, друзья. Надеюсь, что вы узнали много нового и полезного в этом сюжете. Обязательно ставим большой палец вверх, подписываемся на канал и жмем на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе наших новых видео. Если у вас остались какие-то вопросы по выбору ножниц, обязательно задавайте их нам в комментариях или в наших социальных сетях. В описании к видео вы найдете все полезные и обещанные ссылки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok